Привет, мои хорошие! С вами Силия Насвей. Решила впервые позагорать во дворе. Так солнышко утром падает. Сейчас у нас... Сколько у нас сейчас? Ой, сейчас-то у нас полдвенадцатого уже. Но я с одиннадцати где-то тут сижу. И что я хотела сказать? Тестирую маслица. И знаете, что мне не хватает? Это лежака. И столика. И бассейна. Поэтому в ближайшее время я буду решать этот вопрос. Сегодня у нас в итоге такой расслабленный день получается. Мой целый день дома. И я вот думаю, чем бы заняться, мне очень хочется... А, ну сейчас я буду пресс качать. Я вчера не выложила пост. Один день. Я сейчас наказание... Денечка, не переворачивайся только. Ты же только поел. Наказание себе решила сделать, что я сегодня два раза сделаю. Два подхода таких упражнений. Вот, поэтому я сына накормила, а сама пришла сюда спать. Ой, спать. Заниматься. И вот он прилез. Полный живот, Дэнни. Ты очень много съел. У меня жорик об жорик. Чего я тебя жоры не назвала? Ну не, жоры тебе не подходят. Ладно, согласна. В общем, сейчас я качаю пресс, и мне покоя не дает. Хочу позагорать. У меня, на самом деле, такая сторона, что солнце у нас светит до половины первого только. И все. Потом оно заходит за дом, и у нас... И у нас во дворе в Сегреме тень. Вот. С одной стороны, это хорошо, классно, но загорать я смогу только в первой половине дня. Но мне реально не хватает лежака, а я уже хочу завтра позагорать, потому что сегодня реально схватилось у меня так-то немножечко. Но я совсем чуть-чуть позагорала, может быть, полчаса от силы общей сложности. Поэтому сейчас я качаю пресс, и едем в Ашан. Я посмотрю, что там, и в Леруа. Что за лежаки. Хочется какой-то компактный. Беру с собой. Конечно же. Фух, все позанималось. Будем сейчас собираться. Могу показать результаты, конечно, но еще пока рано. Рано. Тем более я ем все подряд. В общем, сына мой не вытерпел. Он в машине вообще просто засыпает на раз-два. В итоге заснул, а время полвосьмого. Я не знаю. Сейчас похожу я, конечно, спокойно. Все классно, но когда мы придем домой, он проснется и даст мне жару, блин. И не будет, как обычно, что я полночи себе позволяю. В общем, ладно. Не знаю, как будет, но я хочу лежак купить. Сына, пусть спит. И еду, иду, и думаю. Блин. Так смотрю на свои старые фотографии, где у меня реально другой цвет волос, прям белый такой, знаете, белый. И как было все просто. Я просто покупала какую-то краску от L'Oreal, по-моему, и красила корни ей. И все, больше ничего, никаких оттенков не перемешала. Но потом я узнала, что я могаться 9%. Но это меня не остановило. Я все равно ей пользовалась, потому что у меня были хорошие волосы. Дело в том, что эта краска начала выходить с продажи. Потом я нашла другую краску. И она тоже начала выходить с продажи. А потом, когда я решила покраситься и сделать другой оттенок, я не смогла эту краску выбить вообще из своих волос. Поэтому, в общем, я перешла на Estelle. И сейчас я зашла в свой любимый магазин, и мне, короче, 3 целых краски смешали. Я говорю, хочу немножко холодноватый цвет. Поэтому скоро будет кухня красоты. Я зависима от нее. Блин. Было так все ярко, включила камеру, и все. Свет потух. Я ненавижу такой свет. Вот. Ну, так более-менее. Слушайте мою историю. Зашла сейчас в спортмастер. И подхожу к девушке. Я говорю, у вас лежаки есть? Ну, по дороге в Леруа. Я в Ашане уже была. Посмотрела, что там есть. Надо ценность сравнить и вообще модели. Подхожу к девушке в спортмастере. Говорю, ой, я смотрю, у вас палатки, а лежаки у вас есть? Она так на нее посмотрела. Спросите, говорит, у парня. Ну, видно, что девочка работает, как бы занимается. Ну, любой продавец же должен знать, есть лежаки или нет. А я с коляской такая, да, как пройти, а там мало места. И потом она такая, Леш, типа, подойди. Леша подходит, я говорю, скажите, пожалуйста, у вас лежаки есть? Он говорит, нет, нет. Я вот разворачиваюсь, я подождала, пока он подойдет, я вот разворачиваюсь и думаю, неужели она не знала, что есть у них лежаки или нет? Просто. И я вот думаю, знаете, вот есть люди, которые вот к ним обращаешься, а я же к ним обратилась. Например, когда я работала на работе, я всегда бежала помочь человеку. Мне было кайф ему помочь. Другое дело, что не каждому нужна была моя помощь, но когда человек приходит с чем-то, вот помогите, у вас есть вот это, у меня внутри что-то щелкает, мне хочется помочь, мне хочется сделать эту маленькую радость. И я думаю, что вот таким людям, открытым просто к другим людям, даже мелочи, ну, просто это человечность на самом деле. И вот таким людям везде будет дорога открыта. А вот те, которые спихивают работу, вот Леша подошел, я его дождула, пока он подойдет, чтобы он сказал, что нету лежак. Я уоляю из таких людей. Зачем работаешь? Уже сколько раз говорила, да? В фикс прайсе тоже помню говорила. Не нравится, не работай. Найди работу, которая нравится. Все, пошла в Леру, а высказалась. Ну, представляете, негаданно-нежданно еще один человек пополнился среди тех, кто меня узнал. Подбежала и говорит, вы Селена, вы Селена. Всем привет, подписывайтесь на Селена, она очень хорошая. Как тебя зовут? Меня зовут Аня. Хочешь привет вам передать? Передаю привет Алине Селену и Ксуши Конноевой. Все, девчонки, вам привет. А мы будем селфи делать. Ну вот мы и дома. На самом деле время прилетело так быстро, что я села в машину, оказывается, уже было половина десятого, и кое-кто уже начал кипишевать, а я... Одни батарейки у меня сели, на другом телефоне я выключаю звук всегда, что, может, там никто не звонит особо, и, в общем, ну, в общем, есть свои причины, короче, не буду отвлекаться. Сына... Сына... В общем, купила все, что хотела. Завтра утром покажу, как я буду планирую загорать. Я позаботилась не только о себе, но и о гостях, которые у меня будут. Обычно у меня не больше одного человека. Если больше одного, то уже не знаю, как делать. Вот. И, в общем, купила стульчик там такой классный, на котором классно лежать, и купила такой матрас. Но, в общем, завтра покажу. В общем, долго думала, завтра расскажу. Маму целую ручку. Целую мою руку. И ногу, и ногу на меня поставил. В общем, сегодня была неожиданная такая встреча с одной из подписчиц у меня. И я тоже не ожидала, на самом деле. И в последний момент вспомнила, что я снимаю влог вообще-то. Я уже такая была в своих вся мыслях. И взяла камеру, вспомнила, да, потому что мне очень хочется своих подписчиков, кто желает, конечно же, да, показать видео, чтобы они поздоровались, передали привет. Мне кажется, это так прикольно потом себя в видео посмотреть. Вот. Зашла, мы сфотографировались в Инстаграме, меня отметила девочка. Но она переживала, написала там целую историю, как она меня встретила, что у неё было внутри в этот момент. Но на самом деле я не заметила ничего такого. С виду она достаточно хорошо держалась, причём я её почувствовала энергетику. Вот что-что бывает энергетику человека. Ну, бывает ровно, да, а бывает вот ты прям чувствуешь, да, либо негативную, либо положительную. И у этой девочки очень хорошая энергетика. Мне очень прям понравилось. Какое-то такое чувство было, как, не знаю, как вот, как знакомый, как будто виделись. Ну, мы не виделись с ней 100%, но вот чувство какое-то доброе, знаете, было. Она такая, какая-то своя, так ой, давай обнимемся. Ой, там это что-то. Я вот в Сочи собираюсь. Начала рассказывать. Прикольно. В общем, мне скорее хочется уже сделать для вас встречу. Работаю над этим, думаю, когда что. И повидаться с вами, со всеми, пообщаться. В общем, классно сегодня, что встретились. И вот так. Но меня начинают узнавать уже. Всё чаще и чаще. В горизонте меня один раз встретили, в Меге один раз меня встретили. Вот. Потом в аэропорту ещё девушка, которая мне билет, кстати, пробивала. Говорит, у вас лицо такое знакомое. Я говорю, может, вы Ютуб смотрите? Она такая, м-да, поёте, что-то такое. Вот. Она говорит, у меня хорошая память, я помню, помню, помню. Я говорю, ну, может быть, вот так. В общем-то, в общем-то, так. Скоро будет у вас, наверное, больше. Всё больше и больше. в моих видео. Ладно, давайте, до завтра попрощаюсь, а то трендюблин. Всё, до завтра прощаюсь. Завтра покажу вам уже, как я буду загорать. Ты никуда-то полез? Пульт? Дурашка. Доброе утро, мои хорошие. Всё, я, в общем-то, уже с утра встала, сегодня встаю пораньше, потому что я хочу загорать, пока солнышко есть. Хотя Ленок мне сказал, что можно загорать и в тени под открытым небом, так что я сегодня здесь задержусь. Хотела показать вам, что я купила и как я кайфую теперь, потому что это очень клёво. Я надула вот такой вот матрасик, он у меня цветной весь, красивый, с ним можно потом идти на пляж, загорать. Здесь я буду загорать спинкой, либо просто лежать, потому что здесь, ну, очень клёво вот, можно облокотиться. И вот этот вот, видно его, вам не видно? вот, вот это просто офигенский стул, он складывается на раз-два, вот, и поместится куда угодно. И он очень удобный, комфортный, на нём чуть ли не в полулёжа лежишь. Это очень круто. Лена, скажи привет. Привет! Чтобы вы не думали, да, мы с ней трещим постоянно часами по телефону. Вот, накачала я всё это вот насосом, ну, и ножку заодно подкачала. Долго качала, на самом деле, я же в первый раз с этим сталкиваюсь, вот если бы знала, я бы подумала ещё. Всё, я хочу теперь загорать, отдыхать и пить свой кофе с мороженым. А с вами увидимся попозже, я не знаю ещё, что сегодня будет, что будем делать. Сына у меня в тенёчке на... играется здесь тихонечко. Да, всем привет передаёт. Да. В общем, увидимся попозже тогда с вами. Целую. Всем хорошего дня, красивого загара, прекрасного настроения. Айфы. Мама. Чё, мама? Сына, мама, у тебя такая шоколадка будет, что ты офигеешь. Кстати, мне недавно девочка одна написала, ну, типа пожелала там удачи, там всего-всего. И говорит, мне бы очень хотелось, чтобы у меня была такая мама, молодая такая, типа современная, что-то типа того. Угу. Так приятно. Вот что придумала. Вот это из фикс-прайса, который накачала его получше. И, в общем, играет теперь. Чуть-чуть водички набрала, тёпленькая она. Классно. Чё, мой сладкий. Всё, накупался? Вылазишь? А я же соблазнила ленок. Она ж примчала ко мне. В общем, ленок у нас, и мы счастливы. Мы теперь веселимся все вместе, втроём. Думаете, мой дурын, да, маленький? Ты мой маленький, дурын, да? Денька, мой зайка, тут плавает. Сыночка спит вот у нас. Там вон я валяюсь, Ленка уже повалялась, ей больше вот кресло понравилось, да? Крутое кресло, я же говорю. У нас тут чай холодный. В общем, коврик вот этот хочу пошире купить. В общем, планы есть, чтобы более круто всё было здесь. И мы загорали. Ну, пошла я лягу на свой лежак. Мы с Ленок уже, в общем-то, вскочили, взяли малого, и сейчас пойдём в Икею зайдём, да? Она хочет для дома там кое-что посмотреть. Я хочу бассейн посмотреть, кучу всяких причиндалов, чтобы вообще во дворе было комфортно и супер-мега-супер. Чтоб мы там вообще целыми днями всё лето протусовались. Короче, мы мчим. Ну, я вообще просто, посмотрите, какая красная, как рад. Короче, мы были в Икею, зайчик, а сейчас мама скажет пару слов. Чё? Я купила шоколадку, кстати, я люблю заходить вот сюда, где еда продаётся. Ещё я купила вот такой напиток, здесь концентрат, его разводят с водичкой, тут даже написано соотношение, как вот, какой-то непонятный вкус. Дома разведём, попробуем, мне интересно даже. Лен, покажешь, что ты купила? Она купила для дома такие штуки. Корзины для белья. Да. Для колгот. Она, в общем, хотела их давно купить, и мы нашли самые лучшие здесь распродажи на синие штуки. Вместо сколько? 800 рублей? Одна 800 рублей, а так под 250 рублей. Одна. Две 500. Счастливо? Да! Вот так удобнее, это на руках уже поясница, на самом деле. Ну что, пошли, нам ещё шланг. Фу, девчонки. Мы, наконец-то, дома. Сын в машине просто вырубился, я его перенесла, он даже не проснулся, лежит, спит. Но он проснётся скоро, потому что он не ел уже 4 часа. даже 5 часов не ел, поэтому скоро проснётся. Я сгорела, как видите, но вы это видели на протяжении всего времени. Леночка тоже чуть-чуть подгорела, ну не подгорела, покраснела, хотя она приехала позже. Вообще, когда в дворе у меня солнца не было. Мы купили бассейн, который я покажу вам завтра. Точнее, не знаю, завтра какой-то у нас открылся новый бассейн, и ребята меня туда зовут у нас в Ростове. Я хочу поехать. И, скорее всего, завтра устанавливать бассейн не буду, всё это устанавливать не буду, буду это делать послезавтра. В общем, кучу всего набрали. Опять Леруа, Ашан, ещё и в Икею заходили сегодня. В общем, Ленка устала, я устала, так что сейчас я переодеваюсь, потому что я вот такая вся. переодеваюсь и ложусь. А в бассейн мы в тенёк, естественно, в тенёк. Хотя там, говорят, территория такая, особо солнца нет. Ну, в общем, мне интересно будет посмотреть. Я завтра открою глаза. Лена уже мне всё напишет, фотографирует. Они поедут чуть раньше, займут мне место с малой. В общем, до завтра. Сегодня я с вами прощаюсь, потому что, наверное, как всегда, этот влог уже длинный-длинный. Завтра мы собираемся в бассейн. И ещё я купила бассейн. И, в общем, купила ещё покрытие для земли, чтобы было клёвко. Ну, в общем, много всего. Этого смотрите в следующих влогах «Преображение моего двора». Будет очень много всего интересного, потому что много всего ещё набрала туда, чтобы быть в комфорте вообще. Поэтому сегодня я с вами прощаюсь. Я вас целую. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok